Слава Богу! Слава Иисусу Христу! Нашему Господу! Богу Спасителю! Дорогие друзья, дорогие братья и сестры! Сегодня, 14 февраля 2019 года, я хотел бы в преддверии праздника Срединия Господнего, Срединия Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, который будет отмечаться завтра в правоославном мире, и хотел бы прочесть из Священного Писания как раз именно тот фрагмент, что говорит нам о этом празднестве. А это событие, я сейчас прочту из Библии, из Евангелия от Луки со 2 главы, которое вспоминается как раз на праздник Срединия Господня. И многие христиане, многие верующие, читая Библию Святую, конечно же, об этом вспоминают в разные времена года, в разные дни, но есть такой день в году, когда, именно 15 февраля, когда по всему христианскому такому православному миру вспоминается это событие, и мы говорим, спасибо тебе, Господь Иисус Христос, за твою победу, спасибо тебе, Господь, что ты пришел в этот мир. И в этом не хочется особенно Бога поблагодарить как раз в праздник Срединия Господнего. И перед тем, как буду читать я, ну и, наверное, в конце программы тоже я сделаю несколько объявлений, я расскажу немного кое-что о служении нашем, как и о архиепископо-украинской реформаторской православной церкви. Я хочу пригласить в пользу случаем этим видеообращением, пригласить всех вас, дорогие друзья, что имеют такую возможность прийти на служение завтра, 15 февраля, на праздник Срединия, с 18.00, в центре города Киева, возле станции метро Кловская, улица Леонида Первомайского, 6. И там, на четвертом этаже, в бывшей столовой, у ТОСа, будет проходить богослужение украинской реформаторской православной церкви, наши священники съезжаются с разных районов Киева, и мы будем вместе в Бога проставлять, и будем молиться за расширение и приложение реформации в православной церкви. Дорогие друзья, и всех вас благоставляю такими стихами из Библии. Написано, когда исполнились, я читаю, от Луки, я уже говорил 2 главу, с 22 стиха, легко запомнить, кстати, 2-2-2, Евангелие от Луки, 2 глава, 22 стих, 2-2-2. И написано, когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы приставить пред Господа, как приписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесна, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, две гормицы или двух птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестимый, и чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришед на повдохновение в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить на нем закон обряд, он взял его на руки, благоставил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь рабат, вы, Владыка, по слову твоему с миром, ибо видели отчима и спасение твое, которое ты бы думал при лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Иосиф же и матери его удивились сказанным о нем. И благоставил их Симеон, и сказал Марии и матери его, «Семи жить сей нападение и на восстание многих в Израиле и в преднапривлекании, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». Тут также была Анна, прочница дочь Афанойлова от Калина Сирова, достигшая глубокой старости, прожившись мужем одевства своего семь лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвой служа Богу день и ночь. И она в то время подошедшая славила Господа и говорила о нем всем, всем ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет, младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Слава Иисусу Христу! Дорогие друзья, родители Иисуса, Иосифа и Марии, они пришли с младенцем Христом в храм Иерусалимский по закону, по книге Левит, по Ветхому Завету, как мы еще называем, полагалось принести жертву ягненка, но не было у них возможности такой. И написано, что для тех бедных евреев, что не могли позволить себе большую жертву, достаточно было заменить их голубем, птенцом голубя. И за Иисуса принесли минимальную жертву, которую могли позволить себе бедные евреи. И в этом не было ничего предосудительного, потому что Господу важна даже не жертва как таковая, а наше сердце, наше отношение к Нему, к Богу. И родители Иисуса принесли, Мария и Иосиф принесли жертву именно от всего сердца, простого голубя. Они не могли позволить себе ягненка, барашка, они могли позволить себе только лишь голубя, но это было уже достаточно, потому что Бог видел их сердца. И Бог видел сердце наше. Однажды Иисус, Он даже смотрел, как люди жертвуют, жертвенник Божий, и Он видел одну вдову, которая две лепты положила, может, две гривны, допустим, или два рубля, очень малая сумма совершенно. Но Иисус сказал, что эта женщина в тот день положила больше всех, потому что она положила именно от всего сердца. И родители Иисуса, они от всего сердца принесли эти жертвы, и Бог благоставил очень сильно эту семью. Пророк Симеон, мы знаем, что он был исполнен Духом Святым, он сказал прекраснейшие слова. И, конечно, эти слова, и будущее завтра еще на богослужении, буду проповедовать на эту тему, и запись этой проповеди, я думаю, тоже выставить здесь, на Ютубе и в других социальных сетях русскоязычных, чтобы вы, дорогие друзья, имели возможность такую глубже узнавать Слово Божье, открывать для себя Библию и Бога благодарить. И, дорогие друзья, благоставляю всех вас такими словами прекрасными, которые говорил Симеон об Иисусе Христе. Написано, что он есть свет к просвещению язычников и слава народу от твоего Израиля. Аминь. Дорогие друзья, Иисус Христос, он есть на самом деле свет к просвещению всех народов. И он есть свет к просвещению всех народов. Украинцев, русских, американцев, африканцев, китайцев, очень разных народов, всех народов этой земли. Сегодня, наверное, трудно найти на земле наш народ, который так или иначе не знал бы Слово Господне, не слышал бы Евангельскую проповедь. У нас здесь, в Украине, в Киеве, уже тысячу лет назад было принято христианство, и очень много людей слышало, много поколений слышало Слово Господне, Слово Божье. И сегодня Слово Божье звучит, как никогда раньше. Сегодня христиане, разные динаминации, конфессии, баптисты, православные, писятники, католики, харизматы, адвентисты, очень разные христиане несут Слово Господне, проповедуют Евангелие Иисуса Христа. И наша реформаторская православная церковь, выступая за перемены, реформацию в православии и вообще в христианстве, конечно, первоочередной задачей своей видит именно нести спасение грешникам, спасение людям. Я как проповедник, как христианин, конечно же, в первую очередь, несу спасение во Христе Иисусе для погибающего поколения, для людей, окружающих нас, для наших современников. И если вы, дорогие друзья, сейчас смотрите эту программу, но если вы еще не пережили спасение, возрождение, то не откладывая в долгий ящик, я просто умоляю вас, примите спасение, примите Иисуса Христа, как Господа Бога своего. И Он есть свет, просвещающий всякого человека, приходящего в этот мир, как написано в другом Евангелии, Евангелие от Иоанна. И также Иисус Христос есть, на самом деле, слава народа, написана от твоего Израиля. И действительно, Иисус Христос, первая часть прощества уже исполнилась, фактически, Он есть просвещение всех народов, свет просвещения всех народов написано, но Он есть и слава народа своего Израиля. И сегодня, как никогда, на самом деле, не считая, может быть, первоапостольской церкви, раннего христианства совершенно, сегодня, как никогда, значит, в другое время, очень много евреев принимает спасителей Господа Иисуса Христа и Ишуа, как Машеха, как Мессию, как Христа, как Господа Бога своего и Исцелителя, Освободителя, Искупителя. Слава Богу за это. В частности, вот в Америке, в последней моей поездке, порядка 20 штатов посетил, я проповедую Слово Господне и узнал для себя очень важную такую информацию, что порядка 10% населения еврейского в Соединенных Штатах Америки просвещено Словом Господнем и приняло Иисуса Христа как Господа Бога своего и Спасителя. Это замечательно, друзья мои. Мы живем действительно в последнее время, когда Господь привлекает все народы к себе, к своему сердцу, к своей любви. И, дорогие друзья, Иисус Христос, Он, как написано, на падении и на восстание многих людей и в Израиле, и по всему миру, и сейчас. И всякий, кто призовет, имя Господня спасется. Сам Христос о себе сказал следующее. Мессия утверждал это. Написано в Евангелии от Иоанна, в 14 главе, 6 стихе, Он сказал, «Я есть путь, истина и жизнь». И Он подчеркивал, что никто не приходит к Отцу, как только лишь через Него, через Иисуса Христа. Дорогие друзья, и приветствую всех вас, я еще раз снова и снова из города Киева, с Украины, и тех из вас, что завтра будут в Киеве, и вы увидите это видео сейчас, то вы можете быть на богослужении, которое будет проходить завтра 15 февраля на праздник Светения Господнего с 18.00 будет богослужение в самом Киеве проходить на станции Метропловская, улице Первомайского, 6, 4 этаж, предприятие УТОСа. И там арендуют помещение одна из наших церквей, и киевских церквей Украинской Реформаторской Православной Церкви. И также на сайте нашей церкви alivechurch.info живаяцерковь.info есть информация о наших служениях, информация о наших священниках, вы можете иметь контакт с нашими священнослужителями, с отцом Алексеем, с отцом Дмитрием, с отцом Олегом, с отцом Геннадием, с отцом Алексеем, другим еще, тоже священник, еще отец Алексей. И с нашими другими служителями, с диаконистой Марины Ивановой, с другими служителями в Киеве. И, конечно, я прошу вас, тех, кто не может быть в Киеве, молите за нашу епархию, благоставляю вас, и вы благоставите нас также, молите за нас, мы нуждаемся в ваших молитвах. Мы молимся за не только православные церкви, московского, и архата киевского, автокефальной церкви, и вообще за все православие. Мы молимся и за все христианство, за католических наших братьев-сестер, за протестантских наших братьев-сестер, потому как Господь Иисус Христос, Он один и тот же над всеми нами, и Ему вся слава и хвала да будет. И в этот день, когда, ведь сегодня вечером начинается праздник, встретение уже, господа, в этот день встретения Господнего, хотелось бы на самом деле, чтобы произошла встреча, наша встреча с Господом. Те, кто уже переживали встречу с Богом, просто благодарим Бога за это. А те, кто еще не переживали встречу с Богом, переживите ее, примите Иисуса Христа, Он рядом с вами, Он близко. Если вы смотрите сейчас это видео, то будьте уверены, точно, Бог где-то рядом с вами. Вы можете просто сказать, Господь, прости меня, Иисус Христос, ты не просто Бог на небе, ты здесь, возле меня сейчас, Господь, прости меня, вводи в мое сердце, живи во мне в самом, не просто в небесах, но живи во мне, в моем сердце, Духом Святым. Скажите такие слова еще, что Иисус Христос, ты мой Господь, Бог и Спаситель, я верю в тебя, ты мой Целитель, ты мой Освободитель, и ни в ком он у меня спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам людям, которым надлежало бы нам спастись. Слава Богу! Друзья мои, братья и сестры, пусть Бог благословит вас, чаще общайтесь с Иисусом, влюбляйтесь в Него просто, потому что любовь Его спасает нас от ада, любовь Его, она вытягивает нас из разных проблем, потому что кто не любит Господа Иисуса Христа, тому анафему, тот еще под проклятием находится, кто не открыл свое сердце для Его великой любви. Ответь своей любовью на Его любовь, ответь взаимностью, и Бог благословит ваше общение. Слава Иисусу Христу! И, дорогие друзья, мир вам, шалом, мир Божий и вашему дому, и вам. Слава Иисусу Христу! Аминь! До встречи на Земле и на небесах!